Добрый день, уважаемые коллеги. Мы сегодня обсудим текущее состояние и перспективы развития нашей станкоинструментальной промышленности. И не случайно мы делаем это на площадке предприятия, которое может служить примером эффективного сопряжения усилий федеральных и региональных властей и бизнеса. Мы с Виктором Константиновичем, с Вениамином Ивановичем несколько лет назад договорились о том, чтобы из руин, вам не пришлось этого видеть, а мы это видели, воссоздать современное производство станков, ну, таких, я могу сказать, макроцентров, ну, наверное, может быть, два, максимум три в мире производителя, которые делают аналоги. Поэтому это действительно ответственная такая совместная малоработа. Чтобы, вот, как я уже сказал, вместо руин на этом месте появилось новое сильное предприятие, нам, безусловно, значит, и бизнес пошел навстречу, поверил в то, что станкостроение – это перспективное направление. Ну, и, собственно, мы должны сами с вами ответственно подходить к тому, что и, значит, технологическое оборудование станкостроительное должно приобретаться нашими компаниями, в первую очередь, российской. Поэтому вот я сегодня попросил собрать состав участников нашего совещания, так, чтобы и до этого была у вас возможность ознакомиться с производством, с номенклатурой, с возможностями. Эта практика уже не первый раз нами проводится, когда мы заказчиков приглашаем на станкостроительные предприятия. И я обязательно сохраню эту практику и в будущем. Поэтому, коллеги, вам признательно, что вы нашли возможность приехать и ознакомиться, и посмотреть, в том числе, макроцентр, который мы совместно делали и передали на баланс предприятия. За прошлый год предприятие почти в семь раз увеличило выпуск продукции, сформирован неплохой портфель заказов. И мы рассчитываем, что в дальнейшем завод будет также ускоренно наращивать свой потенциал. Аналогичный запрос мы предъявляем ко всей отрасли, которая у нас в стране пока находится в фазе становления. Но при этом базовые предпосылки для интенсивного развития в целом сформированы. Вы знаете, что мы с 2009 года, почти, собственно, более 10 лет, развивали это направление через сначала федеральную целевую, затем через государственную программу развития станкостроения. Поэтому есть неплохой задел. И вот за последние пять лет государство предоставило более 7,5 миллиардов рублей софинансирования. Где-то эта компенсация была по неокрам, в основном это через льготные займы ФРП, Фонда развития промышленности. Эти средства позволили предприятиям ритмично наращивать свои научно-технические компетенции, выводить в рынок новую конкурентную продукцию. Вы знаете, что у нас есть даже отдельная мера поддержки, как компенсация затрат предприятиям, которая обеспечивает поставку пилотных партий, так называемых. То есть, когда у предприятий есть уже готовая продукция, мы компенсируем ту скидку, которую они предоставляют потребителям. Сегодня коллеги тут станкостроители также демонстрировали новую линию по автоматическому производству масок медицинских. Они тоже будут иметь возможность получить такую меру поддержки. У нас существенно расширилась линейка многоосевого оборудования, развернутое производство современных токарно-фрезерных центров и станков для шлифования. Полученные опытные образцы станков для сварки трением формируются за дел по станкам глубокого сверления. Мы значительно продвинулись по собственным системам ЧПУ, которыми оснащаются обрабатывающие центры. Совсем недавно прошел испытание пятикоординатный станок, с отечественной ЧПУ, которая обеспечивает точность обработки до двух микрон. То есть отрасли выходят на рубежи, которые сопоставимы с глобальными лидерами. Совокупный объем производства станкостроительной продукции в прошлом году вырос на 5%. Этот позитивный тренд существенно окреп в первые месяцы текущего года плюс 30,5% за 4 месяца. И могу сказать, что отрасль уверенно проходит через непростой период падения экономики, что особенно важно, что у нас последовательно меняется структура внутреннего рынка. Если в 2015 году доля российской продукции составляла всего 18%, то по итогам прошлого года выросла до 38%. Это хорошая, положительная такая тенденция. При этом экспорт в прошлом году увеличился на 25,5%. Мы сегодня подробно поговорим о том, что нужно сделать еще для дальнейшего развития. Также обсудим ключевые стратегические направления. Правительство сейчас делает особый акцент на регуляторном стимулировании спроса на российскую промышленную продукцию. Принят ряд актов по запретам и ограничениям на импортную продукцию. В их развитии в Госдуму на прошлой неделе внесены законопроекты по квотированию закупок в рамках 44-го и 223-го федеральных законов. В этой связи хотел бы попросить руководителей корпораций, холдингов скорректировать свою закупочную и инвестиционную политику. Для отрасли я отмечу, что защитные механизмы будут эффективны только в случае наличия и соответствия отечественной продукции иностранным аналогам. Мы, конечно, здесь должны соблюдать разумную политику, при которой, когда мы убеждаемся, что у нас качественный российский станок, тогда мы вводим соответствующие ограничения и запреты. Мы исходим из таких принципов. Это вызов для нашего станкопрома, и нам вместе нужно оперативно найти на него нужные ответы. Я предлагаю начать работу и, в первую очередь, хотела бы предоставить слово полномочному представителю президента в Южном федеральном округе Владимиру Васильевичу Устинову. Пожалуйста. Спасибо большое за представленную возможность выступить на Вашем совещании. Я много времени займу. Я просто поприветствовать хочу всех участников, в первую очередь, конечно, министра Дениса Валентиновича, губернатора Веонид Кондратьевича, и всех здесь собравшихся за ту огромную работу, которую они делают в восстановлении этого завода, этого производства. И для меня это не случайно, потому что в 68-м году я, будучи пацаном, пришел учеником токаря на предприятии, где стоял один из станков, стоял как раз с завода Седина. И он, кстати, до сих пор стоит и работает. Это говорит о том, что сколько вот десятилетий прошло, а промышленность, которая тогда выпускала эти станки, она до сих пор живая. А завод наш, Седина, умер, Вы знаете прекрасно, и благодаря руководству края, нынешнему руководству сегодняшнего предприятия, оно возрождается. Спасибо огромное Вам за Ваш труд, за то, что Вы пытаетесь восстановить и уже восстанавливаете. Да, много здесь не так, как было в те времена, когда завод был ведущий, завод в нашем городе, в Краснодаре, завод Седина. И я думаю, что если даже не все, то многое будет восстановлено. А самое главное, что здесь будут работать тысячи и тысячи наших жителей, нашего города, и мы будем гордиться также продукцией, как всегда гордились, производством и станкови завода имени Седина. Спасибо большое Вам. Спасибо. Спасибо, Владимир Васильевич. Минемин Иванович, пожалуйста, Вам слово. Уважаемый Денис Валентинович, Владимир Васильевич, коллеги, безусловно, я также хотел бы вначале сказать слово благодарности Денису Валентиновичу за реальную поддержку развития промышленности нашего региона и восстановлению той промышленности, когда когда-то была и ставился Краснодарский край. Это в первую очередь, конечно, вот тот завод имени Седина, этот завод, на котором мы с Вами находимся 30 лет назад, здесь, по большому счету, кипела жизнь, и этот завод был одним из флагманов станкостроения в нашей стране. Также и Армавир, очень такой промышленный центр, и иные наши Тихорецк центры, которые сегодня, благодаря, еще раз подчеркиваю, реальной поддержке Минпрома России, Минпромторга и лично Денису Валентиновичу, снова возвращаются к той активной работе. Конечно, Краснодарский край в основном это край аграрный, в основном воспринимают его как сельскохозяйственный край, курорт, но, тем не менее, еще раз хочу сказать, что мы и промышленный сегодня уже регион. Вот еще раз возвращаясь к тому месту, где мы с Вами, коллеги, находимся, 30 лет назад здесь кипела жизнь, еще раз подчеркиваю, завод имени Седина был флагманом, одним из флагманов станкостроения в нашей стране, буквально в 2000 году уже здесь были, как сказал Денис Валентинович, руины. На самом деле, от завода практически ничего не осталось, разваленные цеха, как и цех, в котором мы сейчас с Вами находимся, предприятия в банкротстве, люди не то что месяцами, где-то годами не получающие зарплату. Естественно, сегодня мы имеем уже новое развитие, восстановленный завод, тот цех, который сегодня уже снова производит станки. Я еще раз хочу сказать отдельно, Денис Валентинович, огромное Вам спасибо, без Вашей поддержки мы бы ничего не смогли. И благодарен Виктору Константиновичу Бударину за то, что он взялся за это нелегкое дело, и сегодня мы видим в том числе и результат его труда, лично его труда. Поэтому, Викторе Константиновичу, Вам тоже огромные слова здесь благодарности. В том числе я хочу благодарить за передачу Макроцентра, сегодня тоже его все видели. Без него невозможно было представить будущее этого завода, поэтому это тоже символично для нас было, что Макроцентр снова здесь оказался. Коллеги, несколько слов хотелось бы сказать о целом развитии промышленности в крае. Кубань уже несколько лет подряд лидирует в ЮФО по объему отгрузки собственной продукции. В прошлом году предприятия края произвели продукции на 912 миллиардов рублей, за 4 месяца этого года на 278, ну на 279 миллиардов рублей. Хочу сказать, невзирая на ситуацию с пандемией, то есть наши предприятия промышленности в карантинном режиме, но продолжали работать. Для нас это принципиально важно. У нас есть эффективные механизмы поддержки промышленности. Это опять-таки благодаря поддержке и Дениса Валентиновича, и президента в крае создан фонд развития промышленности. Он работает всего как два года, один из очень таких эффективных инструментов поддержки промышленности. Я бы сказал бы в нашем крае сегодня объем фонда развития промышленности полтора миллиарда рублей. Мы активно поддерживаем промышленность края, и к 2022 году мы планируем увеличить объемы фонда до 5 миллиардов рублей. С учетом софинансирования с федеральным фондом, это существенные, я считаю, ресурсы для того, чтобы мы смогли модернизировать промышленность, ну и естественно ее развивать. Вот это принципиально важно. И здесь важно отметить, что опять-таки, коллеги, вот я почему благодарил Дениса Валентиновича за реальную поддержку развития промышленности, промышленные парки, которые сегодня в крае у нас создаются, опять-таки тоже при поддержке Минпромторга России. Хочу заметить, что пять лет назад в крае не было ни одного промышленного парка, а сегодня три уже работающих, еще два ближайшие. И вот сегодня один мы заложили камень, и в этом же году еще один будет заложен. В этом в течение двух-трех лет еще плюс два промышленных парка в крае появится. Это за пять лет у нас будет пять промышленных парков. Я думаю, что все это нам позволит существенно нарастить промышленный потенциал нашего региона и, по крайней мере, максимально сделать нашу экономику более успешной. Спасибо огромное, Денис Валентинович. Спасибо большое. Давайте послушаем сейчас доклад о стратегических направлениях развития санкоинструментальной промышленности и текущей ее статус в части разработки стратегии развития до 1935 года. Иванов Михайлов Игоревич, замминистра промышленности и торговли. Пожалуйста. Спасибо большое, уважаемый Денис Валентинович, Владимир Васильевич, Вениам Иванович. В последние годы в отрасли станкостроения наблюдается рост производства. Это говорит о динамичном протекании процессов замещения иностранной продукции. В 2019 году объем производства у нас составил почти 33 миллиарда рублей. Это можно видеть на слайде. Это наивысший показатель за последние пять лет. По сравнению с 2013 годом мы выросли более чем в два раза. Положительная динамика также у нас наблюдается и в штучном выражении. Это нижняя часть этого слайда. Мы сохраняем положительную тенденцию. Среднегодовой рост почти что 7%. Но мы понимаем, что количество выпускаемого оборудования не является в данном случае ключевым показателем, поскольку мы переходим к производству высокотехнологичных станков, которые могут заменять сразу несколько единиц оборудования, на примере в том числе и тех единиц, которые мы увидели сегодня в сборочном цеху. Стоит отметить, что даже в неблагоприятный эпидемиологический период показатели отрасли находятся в плюсе. У нас в период пандемии средняя загрузка, Денис Валентинович, по отрасли составляла 70%, численность персонала на местах составляла 60%. Это очень хорошие показатели. Обусловлено это в том числе и теми мерами поддержки, которые оказывает сегодня государство отечественным предприятиям. Речь идет и о программах Фонда развития промышленности и субсидировании научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, о логистической субсидии и целом ряде других инструментов. По итогам 2019 года объем российского рынка продукции станкостроения и инструментальной промышленности совокупно составил 133,5 миллиарда рублей. В рамках подготовленного проекта стратегии развития станкоинструментальной промышленности мы выделяем три ключевых подотрасли. Они представлены на экране. В первую очередь это станки для оборонки. Здесь основной спрос обеспечивается в рамках закупок по 223 и 44 федеральным законам. Для этого сегмента характерна жесткая привязка к требованиям постановления правительства номер 719. Это то постановление, которое определяет, каким критериям должен соответствовать станок, чтобы считаться произведенным на территории Российской Федерации. Нашей первостепенной задачей на этом направлении является производство сложного высокотехнологичного оборудования для новых видов вооружения, военной и специальной техники. Второй сегмент составляют станки для гражданского машиностроения. Для этого направление, напротив, характерно отсутствие привязки к жестким требованиям постановления правительства номер 719. Денис Валентинович, мы сейчас завершаем разработку бальной системы, чтобы внедрить дифференцированный подход к поддержке экспорта в рамках уже существующих механизмов. Мы об этом с вами договорились не так давно. Это очень важно, мы считаем, поскольку динамика спроса на станки в России в 100 раз меньше, чем это было в период становления отрасли в странах-лидерах, таких как Китай, США и Германия. Это реальные цифры. Мы их получили в период, когда готовили как раз проект стратегии и изучали, каким образом эта отрасль формировалась в пятерке крупнейших на сегодняшний момент мировых лидеров. Третий сегмент объединяет в себе производство инструмента и комплектующих, находящиеся в прямой зависимости от производства станков. Спрос здесь распределен между частными и государственными компаниями, и наша задача поддерживать и улучшать условия реализации проектов в данном направлении, в том числе с опорой и на малые и средние предприятия. К слову сказать по инструменту, уже сегодня мы видим, что экспорт составляет более 10% от производства, и для нас это также приоритетное направление с точки зрения освоения зарубежных рынков. На приведенном сейчас на экране слайде представлена технологическая карта, описанных мною сегментов отрасли. За последние годы мы реализовали несколько успешных проектов. Это многоосевые портальные фрезерные обрабатывающие центры для обработки сверхгабаритных деталей в интересах Казанского авиационного завода. Это и высокоточные многоосевые фрезерно-сверлильно-расточные и токарно-фрезерные обрабатывающие центры с высокой степенью кастомизации для различных заказчиков, в том числе для Уралвагонзавода и для УАК. Это и многоосевые обрабатывающие центры особой точности для шлифования замков и профилей лопаток газотурбинных двигателей для предприятий авиационного двигателя строения. Что касается перспективных направлений, то они отражены в нижней части экрана. К примеру, для станков мы выделяем прецизионные токарные и фрезерные станки для приборостроения. Сегодня такое оборудование у нас производят, например, ВСЗ «Техника» и Средневолжский станкостроительный завод, но это оборудование требует дальнейшего развития и доработки. Для инструмента это, например, создание твердых пластин для обработки жаропрочных аэрокосмических сплавов. Надо понимать, что мы сегодня делаем только монолитный инструмент. Ну и основные комплектующие приведены в правой части. Например, накладные столы с поворотными осями позволяют повышать возможности по обработке деталей под разными углами. Такие элементы у нас сегодня уже начали делать стерлитомаг, стан Самара, но нам еще есть куда стремиться до таких мировых лидеров, как «Китагава» – это японский производитель. Денис Валентинович, мы завершили работу над проектом «Стратегии развития станкоинструментальной промышленности» на период до 2035 года. Ее планируется обсудить на совещании у председателя правительства в ближайшее время. На слайде отражены меры государственной поддержки, планируемые к реализации в рамках стратегии. Вот звездочкой обозначены новые и наиболее приоритетные направления. Отдельно хотел бы отметить пункт о совершенствовании законодательства в сфере закупок по 223-му федеральному закону. Это то, о чем вы говорили в своем вступительном слове. Этот законопроект предусматривает квотирование закупок российской продукции предприятиями с государственным участием. Кроме того, внимание заслуживает и механизм по поддержке спроса через субсидирование производителей для предоставления скидки потребителям. Это аналог постановления правительства 1432, которое сегодня действует для сельхозмашиностроителей. Денис Валентинович, мы в соответствии с вашим поручением проект постановления уже подготовили и в ближайшее время запустим на межведомственное согласование. В части производства станков для гражданских отраслей, инструментов и комплектующих нам необходимо осуществлять ковровую поддержку всех инициатив и проектов, для чего, в частности, предполагается формирование специальных программ по развитию отрасли во всех институтах развития. По сути дела, мы бы хотели, чтобы к инвестору, приходящему в станкостроение, был особый подход, независимо от того, куда он будет обращаться за поддержкой. К государству, к институтам развития или к банковскому сектору. Главным результатом реализации стратегии будет рост производства к 2035 году в 4 раза до 124 миллиардов рублей и увеличение экспорта в 6 раз до 39 миллиардов рублей по году при условии реализации описанных здесь механизмов поддержки. Отдельно хотел бы остановиться на инструменте запрета на закупку станков иностранного производства, если у них имеются российские аналоги. Раньше это было реализовано через 239-е постановление, до этого у нас было постановление 1224. Сейчас успешный опыт применения этого механизма распространили и на другие отрасли, в соответствии уже с новым 616-м постановлением правительства. В 2019 году, Денис Викторович, мы вывели этот механизм на цифровую платформу государственной информационной системы промышленности. За прошедшие 11 месяцев с момента запуска в новом цифровом формате этого механизма на рассмотрение поступило 765 заявок, 32% получили отказ по случаю наличия отечественного аналога. Но что очень важно и на что я хочу обратить внимание, что общая сумма заявок, которые были рассмотрены, составила 36 миллиардов рублей. При этом 52% приходилось на оборудование, по которому мы дали отказ за счет того, что существуют российские аналоги. Это говорит о том, что мы замещаем гораздо более высокотехнологичное и дорогостоящее оборудование, чем раньше. Это, безусловно, формирует потенциал для импортозамещения и коллегам из холдингов, которые присутствуют сегодня на площадке и которые работают с нами, я предлагаю поддержать российскую станкоинструментальную отрасль, чтобы сохранить заявленный объем закупок, тем более, что все условия для этого на данный момент созданы. В завершении хотел бы отметить стремительное развитие Южного завода тяжелого станкостроения. Мы уже передали заводу «Макроцентр», который сегодня видели в обходе. Еще три станка планируются к передаче, и они уже находятся на площадке ЮЗТС. Это станки, которые были разработаны Астраханским станкостроительным заводом по трем шифрам. Денис Валентинович, это пилот, то есть на сегодняшний момент Седин является пилотом с точки зрения внедрения в хозяйственный оборот тех результатов, которые были созданы по программе ФЦП НТБ в 2011-2013 годах. И помимо «Макроцентра» еще три станка также будут включены в технологические цепочки завода. Также, благодаря механизму постановления правительства 239, о котором я только что упоминал, было обеспечено заказов для завода на сумму порядка 400 миллионов рублей. Помимо этого, естественно, ЮЗТС может воспользоваться теми мерами поддержки, о которых я сегодня упомянул. У меня все. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое. Я только хотел уточнить. Мы говорим о постановлении правительства, которое мы сейчас разрабатываем. Налог 1432, как на сельхозмыша, это будет в дополнение или в замещение по пилотным партиям? Здесь, Денис Валентинович, у нас совершенно четко идет градация. Пилотные партии – это механизм, который нацелен на поддержку опытно-промышленных партий, поэтому он так и называется. А 1432, он работает с серийно выпускаемой же продукцией, поэтому мы здесь, наоборот, дополняем ту палитру инструментов поддержки, которые есть на всем протяжении жизненного цикла, в данном случае, станкостроительной продукции. Вообще, нам надо было давным-давно это придумать и внедрить. Здесь как-то вот просто своевременно не пришло это в голову. Но это действительно механизм, который сегодня дал такой мощный толчок для сельхозмышно-настроения, и поэтому станкоинструментальная отрасль тоже заслуживает такого же внимания. Сколько Вы предполагаете средств на это заложить? На этот год, Денис Валентинович, мы 300 миллионов предполагаем заложить, а по будущему году, соответственно, к проектировке пока готовим. Хорошо, спасибо. Так, развитие завода Седина. Коваль Юрий Петрович Павлович, генеральный директор. Пожалуйста. Уважаемый генератор, господин, 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 господин. Мы рады приветствовать Вас на территории Южного завода тяжелого станкостроения, являющегося продолжателем славной истории станкостроения Кубани и всей страны. Южный завод тяжелого станкостроения расположен на территории некогда легендарного советского предприятия, основанного еще в 1911 году, завода имени Глеба Митрофановича Седина. За многолетнюю историю существования завода имени Седина, его продукция была известна во многих уголках мира. В 70-80-е годы завод экспортировал свою продукцию более чем в 60 стран мира, в том числе в США, Японию, Германию, Францию, Англию. Естественно, потерять такой научно-технический потенциал, который был создан нашими предшественниками, было бы нелогично. Именно поэтому в 2016 году было создано новое предприятие Южный завод тяжелого станкостроения, которое стало преемником инженерной производственных традиций и продуктовой линейки станкозавода имени Седина. Что такое ЮЗТС сегодня? Это мощный высококвалифицированный коллектив инженеров-станкостроителей. Это высокоподготовленный рабочий коллектив, имеющий за спиной большой опыт в производстве высокотехнологичной продукции. Это многолетний опыт создания токарно-карусельных станков. И как результат, это статус подтвержденного Минпромторгом российского производителя по всей линейке выпускаемой продукции. Несмотря на наш довольно юный возраст как предприятие, у нас есть небольшие трудовые вехи. Опыт поставки продукции на экспорт, на Кубу, в Латвию. Поставка продукции ведущим корпорациям, таким как Газпром, Объединенная металлургическая корпорация, Росатом, РЖД, ОСК, Энергомаш и многим другим. Несмотря на довольно сложную экономическую ситуацию, в том числе вызванную пандемией коронавируса, В настоящее время предприятие загруженное контрактами до конца года. Исполняются контракты для крупных машиностроительных заводов России, в том числе, чьи руководители присутствуют сегодня здесь. Сегодня мы представили вам следующее поколение отечественного крупногабаритного оборудования. Это обрабатывающие центры модульной компоновки с подвижным порталом. Считаю, это лучший пример того, что российское станкостроение живо и с уверенностью смотрит в завтрашний день. Но для достижения и закрепления более весомых результатов требуется намного больше сил и средств. И именно сегодняшнее совещание должно стать очередным шагом на пути развития отрасли. Безусловно, достигнутые нами сегодня результаты стали возможны благодаря серьезной поддержке Минпромторга, Краевой администрации и, конечно, инвестору. Мы благодарны всем уровням власти за целый комплекс мер поддержки российского станкостроения. Это действующее постановление правительства. Создание федерального и краевого фонда в развитии промышленности. Субсидирование проектов развития на региональном и федеральном уровне. А также незамедлительная помощь в решении оперативных вопросов. Вместе с тем, на сегодняшний день в отрасли есть ярко выраженные проблемы, которые в той или иной мере характерны и для нашего предприятия. Первое – это, безусловно, импортозависимость практически по всем составляющим. Все присутствующие специалисты высокого уровня, я думаю, нет смысла оценивать уровень этой зависимости на представленной сегодня вам технике. Она, к сожалению, очевидна и довольно высока. Но есть и положительные сдвиги. Только за время разработки и производства этого оборудования в нашей стране появились компании, которые частично эти проблемы уже снимают. Прежде всего это касается вопросов, связанных с поставкой систем ЧПУ. На рынке появились предложения российских компаний, довольно высокого уровня, кстати. Еще одной характерной проблемой является недостаток высококвалифицированных профессиональных кадров. К сожалению, ушла в небытие весна на Заречной улице. Сегодня крайне редкий молодой человек ищет ту проходную, что в люди выведет его. Рабочие и инженерные специальности сейчас, к сожалению, не модны. И затащить молодого человека в техническое учебное заведение на рабочую профессию – дело непростое. И как бы банально это сегодня не звучало, но без системной работы на федеральном уровне по пропаганде и популяризации рабочих профессий, без каких-то нестандартных подходов к этому вопросу, в ближайшей перспективе развиваться будет непросто. Да, нам удалось сохранить кадровый потенциал завода. Но, к большому сожалению, средний возраст рабочего на нашем предприятии составляет сегодня порядка 50 лет. Здесь, как нам видится, необходимо объединить усилия властей, производителей, профильных учебных заведений, в том, чтобы финансовые, в том числе финансовые, для возрождения базовых кафедр, центров и иных учебно-производственных площадок по подготовке кадров. Безусловно, без финансовой поддержки на федеральном уровне не обойтись. Еще одной важной проблемой развития предприятий является недостаток средств для создания новых научно-технологических разработок. Основная продуктовая линейка нашего предприятия – это станки, сконструированные в 80-е годы 20 века. Не нужно быть профессиональным станкостроителем, чтобы понимать, что за 40 лет разработки, безусловно, морально устарели и требуют серьезного обновления, с учетом последних достижений мировой науки и техники. Нам удалось сохранить конструкторский отдел и его наработки. Но для того, чтобы продвигаться вперед, необходимы весьма существенные инвестиции. Финансовая поддержка со стороны государства наших разработок и создание современной линейки станков было бы нам весьма своевременным. Несколько слов о конкурентоспособности российских поставщиков-комплектующих. Турецкое литье – дешевле и быстрее. Немецкая прецензионная механика – надежнее и соизмеримо по цене. Китайские электрические комплектующие – дешевле и гораздо шире ассортимент. Вот оно – поле деятельности для российских импортозаместителей. И, наконец, хотел бы перейти от производственных вопросов к развитию сбыта, а именно к продвижению продукции отрасли станкостроения на международных рынках. В прошлом году, благодаря Минпромторгу, Российскому экспортному центру, администрации края, мы попробовали свои силы на различных выставках. Не только российских, таких как инопром, но и зарубежных, в Египте. Кстати, на выставке в Каире наш стенд посетили представители компаний, которые до сих пор эксплуатируют наши станки, станки завода «Седина», выпущенные в Краснодаре. И проявили заинтересованность в восстановлении некогда утраченных связей кооперационных. Сегодня нам уже есть что показать за рубежом. В 2021 году мы бы хотели принять участие в международной выставке «ЭМО» в Милане. Это главная международная площадка в станкостроении, участие в которой, конечно, нам крайне необходимо. В связи с этим, уважаемый Денис Валентинович, мы просили бы, чтобы Минпромторг поддержал участие российских станкостроителей в этой выставке. Также, как я уже и говорил, в прошлом году мы поставили первые станки на Кубу. Экспортное направление нам видится весьма перспективным. В этой связи мы заинтересованы в участии в федеральном проекте «Промышленный экспорт». Уважаемые коллеги, может быть, какие-то штрихи в моем выступлении показались излишне пессимистичны, но я постарался осветить довольно откровенно существующие проблемы. Но вместе с тем мы твердо убеждены, что вернуть позиции российского станкостроения на мировом рынке – задача, безусловно, непростая. Но убеждены, что совместными усилиями эта задача посильная. Спасибо за внимание. Дмитрий Павлович, но на самом деле я пессимизма в вашем выступлении не заметил. Я не знаю, может быть, коллеги другие выводы сделали. Вот как раз настроены оптимистично, поэтому в наполнении подтверждаю, что выставки мы как поддерживали, так и будем поддерживать. Эти мероприятия у нас стоят отдельной строкой в национальном проекте международных копирайций экспорт, поэтому мы продолжим обязательно это софинансировать. И в честь того, что вы сказали по компонентам, комплектующим, которые сегодня вы закупаете из-за рубежа, ввиду более конкурентной цены, мы сейчас запустили работу по обновлению планов импортозамещения, которые у нас завершаются формально в этом году. Они были утверждены в конце 2014 года и рассчитаны были на период до 2020 года. Но при этом мы приняли решение провлить эту практику и планы импортозамещения, их 23, реновировать до 2024 года, при этом видоизменив и сделав акценты как раз-таки не только на готовой продукции, как это было изначально, а больше на сырье, материалах и комплектующих. Поэтому вы давайте свои предложения, мы их соберем. И коллеги из других предприятий, если мы увидим возможность консолидации заказов, будет, как говорится, экономический смысл запуска тех или иных компонентов. Поэтому Николай Игоревич слышит, все записал, поэтому мы обязательно это сделаем. Спасибо большое. Полюбчиков Денис Витальевич, генеральный директор группы «Стан». Уважаемые коллеги, уважаемый Денис Валентинович, уважаемый Владимир Васильевич, уважаемый Венимир Иванович, уважаемые коллеги, прежде всего хочу поблагодарить Минпромторг России за то, что в непростые времена держит нашу отрасль в фокусе своего внимания и дает возможность собраться на прямом таком общении, как сегодня, в рамках такого совещания. Также хочу поблагодарить руководство Южного завода тяжелого станкостроения за гостеприимство и возможность увидеть современное предприятие, поделиться опытом. Мы, как компания «Стан», являемся одним из лидеров на рынке технологичного металлобрабатывающего оборудования, обладаем рядом уникальных компетенций в конструировании и производстве оборудования. Сегодня у нас шесть площадок и работают примерно около 2000 сотрудников. Уникальные компетенции, которые можно так вот подчеркнуть, что, например, там наше НПО «Станкостроение», находящееся в Стерли-Тамаке, помимо того, что производит линейку фрезеровальных обрабатывающих центров пятикоординатной обработки, еще и сохранило и производит такие станки, уникальные для нашей Российской Федерации в нынешний момент, это вертикальные хоннинговальные станки. Московские заводшлифовальные станки, единственные в России завод, которые конструируют и производят современные станки для глубокого профиля шлифования. Тут прямые конкуренты наши только Швейцария и Германия. Наш рязанский станкозавод – это хорошие заделы и способность производить станки глубокого сверления. Ну, станкотех «Холомна» – это уже сегодня поминавшиеся портальные станки пятикоординатные фрезерные для обработки крупногабаритных деталей, в частности, конечно же, для авиастроения. И также уникальная продукция прессового оборудования. Одно из главных наших преимуществ – это возможность производства широкой намокатуры разных оборудований у станков. И при этом единая сервисная служба, что избавляет наших заказчиков от, так скажем, немножко лишней головной боли в процессе эксплуатации при обслуживании станочного парка различных производителей. Мы посчитали для себя, что у нас 10 наших линеек станочных заменяют аналоги примерно 25 иностранных производителей. Это, в общем-то, так существенно играет на экономические эффекты и на скорость реакции наших сервисных инженеров. При этом в последние годы стан испытывал значительные финансовые трудности и в одно время, по сути, находился на грани распада. Но уже в текущем году принято стратегическое решение о включении стано в контр-компанию госпитализации «Ростех». И можно говорить, что предприятие спасено. И я также хочу поблагодарить всех коллег из Минпромторга России, из госпитализации «Ростех», которые принимали активнейшее участие в выработке и принятие такого решения. Это решение позволило нам войти в финансовое оздоровление и выходить на нормальный ритм работы без ухода в банкротные процедуры. То есть мы избежали ситуации, когда полностью бы разрушилась организация, погиб бы кадровый состав завода, производство в целом бы остановилось бы. Сейчас мы уже выходим на нормальный ритм производства. У нас сейчас в разной степени готовности около 190 станков, которые мы ближайшие 9-12 месяцев уже сдадим нашим заказчикам. Мы уже контрактуем новые заказы, мы готовы к увеличению наших ритм производства. Наша мощность это позволяет сделать. Мы видим, что в ближайшие несколько лет мы, конечно же, будем фокусироваться на развитии наших компетенций, которые, можно так сказать, что это сложные станки для предприятия ОПК, для предприятий авиационного и косметического кластеров. Мы видим для себя здесь развитие в сторону модульного проектирования, создания модульных станков и широкой унификации комплектующих, чтобы достичь эффективности с точки зрения ценовой политики и с точки зрения темпов производства, скорости поставки наших станков нашим заказчикам. Ритмичность очень важна, ибо она обеспечивает планируемость, плановость наших заказчиков, которым мы должны дать максимальный комфорт. Для того, чтобы на наших объемах это делать, мы видим для себя сейчас задачу, такую, скажем, инфраструктурную, внутреннюю, но она играет в нашей деятельности большую роль. Это унификация внутренних производственных систем, создание единого цифрового поля наших шести заводов, для того, чтобы это были связанные промежу себя системы производственные, которые позволят и синергию получить дополнительную, не только сделать ритмичность, но и синергию дополнительную. И мы планируем к этой производственной системе, конечно же, не останавливаться только на сдаче станка, мы планируем блок развития нашего сервиса. То есть все станки, что находятся в производстве, они станут скоро в обслуживании, должны будут обслуживаться совершенно быстро и уникально. Это наше преимущество, которое мы не можем потерять, должны только развивать. И мы планируем сделать эту систему практически в режиме, ну не онлайн, наверное, да, хотя это тоже возможно, учитывая наших заказчиков, тут надо учитывать пожелания, конечно, заказчиков, но в режиме оперативного мониторинга и даже, наверное, замахнемся на то, что выйти на прогнозируемые технологии, на технологии прогнозирования, ну так скажем, на технологии, которые позволяют нам видеть и предсказывать будущее станка и производить ремонт предупредительнее, нежели чем, так сказать, по факту каких-то поломок. Это для нас стратегическая такая задача, которая может сыграть важную роль в развитии наших будущих продаж, и в частности, там, даже взгляд на сервисные контракты, циклы производства, на контракты сервисных циклов. Мы для этого уже делаем активные шаги, мы сейчас в точках наших, где мы поставляем много станков нашим заказчикам, в частности, вот в Казани, организовали уже сервисный центр, такая точка постоянного присутствия, сейчас там находится 8 постоянно действующих сотрудников, ну кроме того, кто с наших заводов приезжает туда на монтаж и пусконалочные работы, это уже дает некоторые эффекты, оказалось, эффективно в условиях явления пандемии, карантинов, работы на канадском заводе не прекращались, скорость реакции довольно высокая практически, это люди, работающие там, и мы эту практику хотим продлить дальше, и этот сервисный центр увеличивать, чтобы его ореол, как бы, влияние расширялся до Нижнего Новгорода, до Оренбурга, то есть, где наши заказчики тоже присутствуют в большом, так сказать, в большом объеме, и мы планируем еще несколько точек такого присутствия. Сейчас, вливаясь в активный темп производства, включая сервис, мы, конечно же, надеемся на определенную меру поддержки, и вот в частности, в рамках цифровизации программа Фонда развития промышленности, и твердость промышленности для нас является такой важной, иначе мы такой высокий темп, как мы хотим, планируем достигать, будет сложнее достичь. Также мы надеемся и видим возможность и перспективу применения механизмов поддержки пилотной партии. У нас достаточно много новых станков, новых типов станков, и поэтому пилотные партии для нас достаточно эффективны. Эта мера поддержки нам позволяет давать скидку до 50% практически от цены. Михаил Игоревич сегодня упоминал о субсидировании спроса, и это для нас очень важная составляющая нашей среды деятельности, в которой мы находимся, полностью поддерживаем такую возможность и рады появлению этой меры. Особенно это касается этих видов высокотехнологичных станков, где традиционно сильны позиции зарубежных конкурентов, и мы не можем так легко со стартовыми объемами выступить в абсолютно конкурентоспособных против уже наработанных технологиях наших зарубежных конкурентов. Уверен, что именно меры поддержки, нацелены на стимулирование спроса, являются одним из, наверное, может быть, самых важных ключей для развития нашей отрасли. С оптимизмом смотрю в будущее, хотя находимся сейчас как предприятие в кризисных условиях, но коллективы готовы к труду, активно работают уже даже сейчас и включились в производство в полной мере благодаря поддержке. Вот, спасибо за внимание. Спасибо. Денис Витальевич, я тоже прокомментирую в части того, что Вы обозначили тему по пилотным партнерам, я уже сегодня сам сказал о том, что она сохранится и она не подменяется в части цифровизации. Да, конечно же, это одна из ведущих программ фонда развития промышленности, она не просто сохранится, а мы будем продолжать на ней делать акцент. И вот то, что я услышал и сказал Вениамин Иванович, относительно объема фонда, допустим, Краснодарского края, чтобы было понятно, мы 5 лет назад, когда запускали этот институт развития, это был только федеральный фонд, на сегодняшний день это уже 62 региональных фонда, потому что регионы ощутили этот эффект инструмента на себе, и то, что Вы сегодня сказали, там 5 миллиардов будет общий капитал в ближайшее время, то это просто плечо автоматом плюс 70%, поэтому вот тебе, как говорится, мультипликативный эффект. Поэтому в части предиктивных технологий это элемент, во-первых, цифровизация, и, конечно же, внедрение этих технологических принципов крайне важно для того, чтобы знать заранее, когда производить смена того или иного инструмента или в целом каких-то комплектующих самого станка. И Вы упомянули относительно Ваших стремлений к унификации, мы это поддерживаем, и хотел бы напомнить, что мы софинансировали Вам разработку производства шпинделей нескольких видов, поэтому Вы с коллегами должны также кооперироваться, чтобы они были максимально унифицированными для других производителей станкоинструментальной продукции. Тогда это будет эффект максимально достигаться за счет, собственно, вот софинансирования, получения такого эффекта мультипликации. Тарасов Дмитрий Валерьевич, генеральный директор концерна Калашникова, о развитии производства станкостроения в Вашем холдинге, пожалуйста. Денис Валентинович, добрый день. Владимир Васильевич, Вениам Иванович, приветствую всех гостей и хозяев за этой замечательной площадки. Наверное, концерна Калашникова больше союзируется у всех с автоматами, ну, наверное, там, с ракетами, максимум с беспилотниками. На самом деле, года два назад мы сделали шаг в станкостроительную утрасль, я Вам об этом рассказывал, как раз, наверное, на проме в Екатеринбурге. И сейчас парочка моментов о том, как этот тернистый путь мы проходим. Вот здесь на слайде, это наше видение, наверное, такой нашей промышленности и нашего производства в 2030 году. Здесь такие четыре ярких проекта, такая для визуализации, чтобы помечтать. Конструктор закидывает чертеж в облако. Облако с помощью месс-системы определяет лучший и свободный хаб, хаб, где сосредоточены гибридные станки, и, соответственно, в зависимости от загруженности, печатается в одном из хабов уже готовая деталь. И, соответственно, тот конструктор или производитель с помощью скада-системы может наблюдать статус, соответственно, производства детали и уже возможность доставки. Это такой 2030 год, до этого еще, к сожалению, идти лет 10. Вот мы идем маленькими шагами, потому что у нас есть уже месс, который мы используем, у нас есть скада, и вот сегодня я пару моментов скажу про гибридное производство, тот станок, который как раз я два года назад вам заявлял. Сейчас, секундочку, коллеги, следующий слайд пока не переключается. Можете переключить? Действительно, я тут согласен с Юрием Павловичем, потому что мы сейчас пока еще идем по инерции на старых чертежах, и вот 250-е ДВМ, это ижи, которые все знают, 70-80-х годов, тысячами мы его производили, но сейчас он, во-первых, морально устарел, во-вторых, он дороже китайских и гаражных производителей. Мы применили для себя такую практику, она называется design to cost, или концепция разработки под цену. Вот этот станок, который уже справа, он уже сейчас проходит опытную эксплуатацию, и вы совершенно правильно сказали, что нужно помогать только тем, кто выдаст хороший нормальный продукт. Поэтому в ближайшее время мы его покажем, и что еще интересно, мы здесь применили практику, вот сам дизайн, мы сделали конкурс, общероссийский конкурс, там было несколько десятков вариантов визуализации, и как раз, вот я не вспомнил, по-моему, питерский победил, вот, поэтому вот в таком виде этот станок и будет производиться, и дешевле, чем старый, что для нас принципиально важно. Следующий проект, можно следующий слайд, к сожалению, не приключается. Это как раз та проблема, о которой многие говорили, это дефицит российских комплектующих. Мы, как одновременно и производитель, и потребитель станка отрасли, действительно во многом зависим от импортной компонентной базы, от курса, и поэтому вместе с коллегами по постановлению 13.12 мы реализуем проект производства и разработки шариковинтовых пар. Для нас это очень серьезный проект, потенциальные потребители указаны здесь, находятся здесь в зале. Сейчас наш ЖВП проходит стадию испытаний. Я надеюсь, что если этот проект будет удачным, и с точки зрения качества, и с точки зрения цены, мы дальше готовы работать в локализации комплектующих. Следующий проект, ну и на самом деле самый последний, как раз гибрид. Вот справа фотография, когда вы благословили этот проект, совместно с коллегами, с командой Минпромторга и с финансированием от ФРП. Сейчас он уже находится в железе, сейчас уже мы его собираем. Я очень хочу показать на армии работающий станок, поэтому я пользуюсь случаем, вас приглашаю в наш демоцентр. Не знаю, сможем ли мы произвести там детали, это все-таки не производственное помещение, но очень хочется. Это действительно прорыв, для нас это возможность производства оснастки, по крайней мере оснастки. Мы пока не пытаемся сделать массовое производство, скорее это дорого, и там есть у аудиторий технологии ограничения свои, но с точки зрения оснастки это очень укупаемый проект. Поэтому если раньше нужно было ждать 6-12 месяцев для подготовки производства, то мы благодаря этому станку можем сократить до 2-3 недели. Поэтому надеюсь, что этот проект у нас удастся. Он сложный, и он такой окровский, наверное, тоже многолетний. Поэтому нам бы очень хотелось, чтобы наука, другие производители участвовали в этом проекте совместно. Спасибо огромное. На следующее небольшой доклад. Спасибо, Дмитрий Валерьевич. Скажите, с точки зрения использования аддитивных технологий, то есть вы как в этом строительном кабинете организовываете совмещение двух, если раньше сказать несовместимых, то есть сейчас, видимо, все-таки совместимых технологий? Это, наверное, самый большой вызов. Что первично? То есть вы порошки должны использовать, во-первых, тех сплавов, которые потом, после спекания или выращивания, должны уже как изделия обрабатываться. То есть как механизм? Все верно. Самый большой вызов этого проекта – используют защитные кабинеты для того, чтобы не было действительно либо с одной, либо с другой стороны повреждений либо лазерной головки, либо, соответственно, фрезерной головки. Поэтому это вот самый сложный, наверное, здесь момент. Ну, вот вживую покажем, чтобы лучше, вот не на словах, лучше в железе это показать, как мы реализовали. Хорошо. То есть это ноу-хау. Да. Делиться технологиями. Ясно? Хорошо. Спасибо. Спасибо. Джекаев Игорь Александрович, генеральный директор Иннотехмед. Пожалуйста. Уважаемый Денис Валентинович, Владимир Васильевич, Генерин Иванович, уважаемые коллеги, прежде всего хотел бы выразить признательность о представленной возможности принять участие в сегодняшнем совещании, особенно с учетом того, что производственная компания инновационной технологии металлообработки учредителем и генеральным директором, которым я являюсь, представляет малый бизнес. Наше предприятие более 15 лет успешно занимается изготовлением сложных корпусных деталей, узловых агрегатов и жаропрочных сплав для нужд оборонно-промышленного комплекса. Основным нашим заказчиком на сегодняшний день является корпорация тактическое ракетное вооружение. Мы также гордимся доверием со стороны таких предприятий, как ПАО «Туполев», авиационный комплекс «Илюшина» и «Танк Берейва», для которых мы изготавливаем сегодня шариковинтовые механизмы, используемые в механизации крыла самолета. Накопленный за годы работы потенциал позволил нашему предприятию в 2014 году взять курс на диверсификацию производства и свой выпуск востребованной гражданской продукции, в частности, приводных инструментальных блоков для современных станков в числовым программном управлении. В 2017 году при поддержке Фонда развития промышленности мы приобрели дополнительное оборудование, обеспечив тем самым полноформатный производственный цикл. В настоящее время отработана технология и налажено производство приводных инструментальных блоков для всех типов, представленного на российском рынке металлообрабатывающего оборудования токарной и фрезерной группы. Начата реализация небольших партий готовой продукции российским предприятиям. Хотел бы подчеркнуть, что кроме нас в России нет других отечественных производителей данной продукции, при этом стоимость ее на 30% ниже стоимости зарубежных аналогов для конечного потребителя. Кроме того, по своим техническим характеристикам она не только не уступает, а во многом превосходит их. По данным ФТС России, в 2018 году объем импорта данной продукции составил более 4 млрд рублей. Для решения задачи в рамках импортозамещения это довольно серьезная цифра. Вместе с тем, для запуска указанной номенклатуры в серийное производство особую остроту приобретает системная проблема, препятствующая обеспечению эффективной конкуренции с мировыми производителями. Речь идет об отсутствии ресурсов для создания склада готовой продукции, который позволил бы находиться на равных условиях с иностранными компаниями. Наши зарубежные конкуренты уже прошли этапы становления, имеют производственный задел, склады широкой номенклатуры готовой продукции и способны поставлять конечному потребителю, как правило, в течение 2-3 недель с момента заказа. В нашем же случае срок поставки только металла с российского металлургического завода составляет 6 месяцев. Далее продолжительность производственного цикла, необходимая для изготовления данной продукции, 6-8 месяцев. Не имея склада готовой продукции, невозможно оставаться конкурентоспособными. По этим причинам наша компания в течение уже трех лет не может в полном объеме начать серийное производство. Все виды кредитов, представленных на российском рынке, дорогие и не предполагают отсрочки по выплате на период поставки сырья и комплектующих, а также производственного цикла. В связи с данными обстоятельствами существует необходимость создания соответствующего механизма государственной поддержки в части предоставления льготных займов по созданию и пополнению склада готовой продукции. Решение этой проблемы позволит многим российским промышленным предприятиям малого бизнеса серьезно потеснить на рынке импортные аналоги и внести вклад в обеспечение технологической независимости. Спасибо огромное. Спасибо. Тарыкин Юрий Сергеевич, пожалуйста. Коммерческий директор Мехатроника. Добрый день. Слышите меня, да? Добрый день, уважаемые коллеги. Денис Валентинович, у Мехатроника научно-производственное предприятие нацелено на создание систем управления автоматизации промышленных установок. Основной упор в деятельности предприятия делается на разработке и внедрении конкурентоспособных современных цифровых систем ЧПУ. Системы управления, производимые нашей компанией, являются универсальными, позволяют управлять различными типами оборудования. Наша компания первая среди отечественных производителей предложила современное серийное решение, не уступающее ведущим зарубежным производителям, сочетающее в себе технологии многокоординатной обработки, комплектность поставки и позволяющее получать скорость и точность и производитель станочного оборудования, достаточные для современной промышленности. Обладая современным производством, расположенным в городе Иваново, компания «Мехатроника» не прекращает разработку технологий, предоставляемых системой управления, а также ведет работу по максимально возможному использованию российской элементной базы при производстве своих систем. Также в части подпитки кадров тесно сотрудничаем с Ивановским энергетическим университетом. Министерством промышленности и торговли и торговой промышленной палатой Российской Федерации была проведена экспертиза выпускаемой нами продукции, в результате которой она была признана произведенной в Российской Федерации и соответствующей требованиям постановления правительства номер 719. Производимые предприятиями продукции востребованы и поставляются как на российский рынок, предприятия МОДК, ОСК, КТРВ, Росатома, Ростеха, так и на экспорт. В качестве примеров применения расскажу о ряде проектов, которые можно привести в пример. Это простые станки токарной и фрезерной группы, естественно, 5-севые обрабатывающие центры, 5-координатный обрабатывающий центр ИС-800, ПМФ-4. Проект был выполнен на предприятии ПО «Стрела» в городе Оренбург. Наверное, это как раз тот проект, про который, Денис Ильич, Вы и говорили, он представлен вот на этом слайде. 5-координатный высокоскоростной обрабатывающий центр «Бретон-Эксидер-1200». В результате этих проектов была заменена импортная система ЧПУ «Сименс» «Синумерек». Станок оснащен современными измерительными системами, реализовано полноценное 5-севое координатное управление. Станок обрабатывает сложнопрофильные детали, 5-севые детали, турбинные лопатки, ипоидные шестерки и так далее. Также оснащаем системами тяжелые станки и портальные станки. Один из последних проектов, например, специальный продольно-фрезерный станок модели УФ-5520. Вот он на этом слайде. Станок отличается значительным количеством управляемых осей. 12 осей, 4 шпинделя. Применены силовые преобразователи собственного производства мощностью до 75 кВт. Шлифовальное оборудование. 5-координатный шлифовальный заточной станок ВЗ-482Ф4. Данный станок находится на одном из ведущих приборостроительных предприятий страны. АО «Лара» в городе Чебоксары. Также поменена система ЧПУ «Сименс». Разработаны технологии изготовления режущего инструмента. Специальное оборудование. Например, специальные установки сварки трением-перемешиванием для РКЦ «Прогресс» в городе Самара. В данном проекте создается уникальное оборудование. Это правый угол слайда. Создается уникальное оборудование, позволяющее получить сварной шов с наилучшими характеристиками. В том числе позволяет осуществлять фрезерные операции, токарные и операции расточки и фрезеровки. В нашей компании разработана специальная версия системы управления, а также разработана специальное ПО для данных установок. Компания «Мехатроника», сотрудничая с ведущими российскими станкостроительными предприятиями, реализует совместные проекты по выпуску станков с механическо-электронными частями российского производства, с Истритомахским станкостроительным заводом, входящим в группу «Стан», выполнен проект по оснащению серийного станка модели С-450. С Сульяновским станкостроительным заводом подписано соглашение о сотрудничестве и выполняется проект по оснащению высокопроизводительного обрабатывающего центра. С компанией «Саста» в городе Сасово прорабатывается проект по оснащению системы тяжелого токарного станка с проходными суппортами и фрезерными функциями модели СА-1800Ф3. Также и с Ивановским станкостроительным заводом прорабатывается возможность оснащения системы и выпуска новых станков, модернизация и техническое переоружение станков в существующем производстве. Подобная работа также недавно началась и с заводом «ЮЗТС». Как можно видеть из примеров применения управляющего программно-аппаратного комплекса, современное российское оборудование способно перекрывать широкий ряд потребностей российской промышленности в системах управления. Однако закупочные процедуры как на проведение модернизации станочного оборудования, так и на закупке новых станков российского производства в большинстве случаев конечные пользователи завода указывают импортные системы управления, зачастую без возможности применения российских аналогов. Мы знаем, что Минпромторг в ручном режиме отслеживает закупочные процедуры и старается своевременно реагировать, после чего заказчикам начинается проработка возможностей использования российских систем. За это, безусловно, спасибо Департаменту станкостроения и вам лично, Адин Савин Тенович. Но хотелось бы сделать данную работу системной и озвученное совершенствование госзакупок по 223 ФЗ. Должно этому поспособствовать, и мы бы, конечно, с удовольствием это начинание поддержали. Однако для того, чтобы сейчас поддержать российских производителей систем управления, мы очень просим поручить главам госкорпорации и Холодников дать указания службам, заинтересованным при организации процедур, в первую очередь прорабатывать возможность использования российских систем управления. Ведь, как мы убедились, есть масса положительных применений, в том числе в кооперации с российскими станкостроителями. Следующий момент. Минпромторгу хотелось бы поручить рассмотреть возможность предоставления преференций при закупке российских комплектующих изделий, в том числе устанавливаемых в рамках выполнения работ по модернизации станков, ремонту и модернизации станков. Мы бы также поддержали предложение Минпромторга о компенсации части затрат на покупку российских систем предприятиями станкостроения, оборонки ОПК, ВПК. Ну вот, это все пожелания. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое. Спасибо, Юрий Сергеевич. Ну, относительно внедрения механизма квотирования в рамках 44-223-го федерального закона, как я уже сказал, он в новой редакции внесен на прошлой неделе правительством Госдумы, поэтому мы рассчитываем, что законодатели это быстро отработают. Я вот на прошлой неделе как раз выступал на правительственном часе в Госдуме, обратился и к прицеплю Госдумы, поэтому рассчитываю на то, что это будет сделано как раз в приоритетном порядке, потому что это крайне важно сегодня в целом для предприятий промышленности, в частности для машиностроителей и станкоинструментальной отрасли. Поэтому все, что вами было обозначено, мы, собственно, сами и отрабатываем и исходим из того, что у коллег сегодня была возможность отфиксировать в том числе и новые идеи, ну и хотел бы в том числе иметь от вас обратный посыл, если что-то у нас еще в станкостроительной отрасли требует перемен, корректировок, внедрения дополнительных каких-то инструментов. Мы, собственно, для этого с вами и собрались, поэтому, пожалуйста, если у кого есть желание высказаться. Да, пожалуйста. Добрый день, уважаемый Денис Валентинович, Владимир Васильевич, Вениамин Иванович. От имени Российской ассоциации производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент», которая сегодня объединяет около 180 предприятий и организаций. Позвольте тоже поприветствовать всех участников по случаю проведения этого. Для нас исключительно важного совещания. Мы убеждены в том, что именно вот такие совещания дают новый импульс развития и внимания к отрасли. Мы прекрасно помним, Денис Валентинович, когда вы еще в далеком 10-11 году проводили первое совещание, значит, по разработке первого этапа и второго этапа стратегии развития станкостроения под программы. Посвященные вопросы были связаны и с реализацией тогда 56-го постановления правительства, которое в принципе не финансовой мерой позволило резко увеличить рынок потребления отечественного продукта. И вот Михаил Игоревич сегодня привел здесь, действительно, цифрами, статистикой подтвердил, что это действительно так. При вложении определенных мер поддержки со стороны государства результат, безусловно, не замедлит сказаться. Я поддерживаю вот практически все высказывания, которые здесь были сделаны, и особенно вот Михаила Игоревича выступления. Действительно, стратегия развития станкостроения – это важнейший документ, но в то же время хотел бы на некоторых моментах, может быть, с точки зрения видения других предприятий, которые не участвуют в этом совещании, обратить определенное внимание. Один из главных ключевых вопросов, которым сегодня сталкивается предприятие, это действительно организация производства комплектующих изделий. Это сегодня сложнейший вопрос, непростой вопрос, но в то же время за последние два-три года я вижу, как появился интерес и внимание со стороны предприятий обороны промышленного комплекса, бизнеса, который уже все больше и больше начинает присматриваться к тому, какие комплектующие изделия начинать осваивать и выпускать. И, наверное, в этом и есть какой-то определенный смысл, потому что сегодня объем производства станков приближаются к уровню 5 тысяч. А, как говорят все экономисты, в общем-то, исследования, что при выпуске изделий от 5 тысяч и выше, производство комплектующих изделий становится целесообразным. А если сюда присовокупить то, что у нас уже сегодня около 4 тысяч выпускается и кузнечное прессовое оборудование, в общем-то, создается благоприятная почва для этого. Что мы хотели бы в этом плане предложить? Ассоциация «Останка и инструмент» в течение всего 2019 года провела огромную, я считаю, работу по поручению Минпромторга. Мы проработали вопросы с десятками предприятий оборонно-промышленного комплекса, с десятками иностранных компаний по выработке системы подхода к организации выпуска комплектующих изделий. Мы в конце года сделали, считаем, очень важную аналитическую записку, в которой все комплектующие изделия разбили на 6 групп и по каждой группе предложили те или иные направления его освоения и выпуска. Эта аналитическая записка сейчас прорабатывается в Минпромторге. Но что очень важно, мы считаем, что если сегодня 719-е постановление правительства, которое в принципе сегодня, откровенно говоря, во многом мешает предприятиям с точки зрения получения статуса из-за его громоздкости, но оно выходило 5 лет назад, была одна ситуация, сегодня другая ситуация. Мы тоже предложили по 719-му постановлению в рамках поручения департамента бальную систему оценки и вот увязали бальную систему оценки с нашей подходом по комплектующим изделиям. И сегодня мы понимаем так, что в общем-то сложилась такая очень хорошая, уникальная ситуация, значит, вот на объединение вот этих двух подходов, значит, принципиально изменить производство комплектующих изделий. Денис Александрович, тут одна как бы просьба, вот как бы мы не пытались к этому вопросу привлечь всех потенциальных потребителей, но безусловно, значит, нашего ресурса не хватает. Если бы была возможность создать какой-то орган, рабочую группу под эгидой руководства Минпромторга и объединить интересы бизнеса, интересы общественных организаций, интересы потребителей и производителей оборудования, а мы готовы эту работу наполнить конкретикой, я думаю, что это был бы какой-то новый импульс в вопросах организации производства комплектующих изделий. В 719-е постановление, вот в Бальной оценке мы заложили целый ряд принципиальных моментов, которые повышают интерес, в том числе и иностранных игроков на российском рынке для более активного участия в организации производства этих изделий. Второй момент хотел бы обратить внимание вот по мерам поддержки. Действительно, перечислены важные меры, что-то уже реализуется, что-то дорабатывается. Ну вот, значит, здесь не прозвучал вопрос, но я знаю, что вы о нем много говорите, вопрос оборотных средств и создания национального лидера, в том числе в рамках группы Станта, тоже один из вопросов, который должен привлечь внимание с точки зрения решения проблемы оборотных средств. И тоже вот я предложил бы вот в той стратегии, в тех документах, Михаил Игоревич, чтобы вопрос пополнения оборотных средств, он фигурирует, но его тоже включить вот в перечень приоритетных разделов. Он у вас присутствует, но как бы как приоритетный он тоже даст определенный свой смысл. Теперь вопрос по организации сбыта. Я не повторяюсь, много вопросов было здесь сказано хороших. Вопрос сбыта, выставки. Действительно, сегодня вот говорили о участии в иностранных выставках. У нас есть опыт определенный с РЭЦом. Мы в 2018 году с РЭЦом приняли впервые участие. Российская делегация выставила на выставке в Ганновере 8 станков. Приняло участие 7 заводов с натуральными образцами. Благодаря поддержке этот механизм работает. Но в нынешних условиях вот сегодня особо хотелось бы обратить внимание, что выставка это серьезнейший инструмент подвижения продукции. Но на российском рынке организация выставок, она несколько отличается, если быть точным, принципиально отличается от организации выставок за рубежом. Сегодня, к сожалению, на российском рынке приоритеты организации в проведении выставок задают владельцы выставочных комплексов. Они, как правило, являются коммерческими организациями. Им не важно идеология, направление, современные тенденции развития. Им важно одно – продать по выгодной цене свою площадь. Поэтому вот если здесь в рамках изменившихся подходов, которые сегодня мы уже говорим о них, значит, учесть зарубежный опыт, ведь в мире ни в одной стране мира не проводятся выставки по схеме, как проводятся они у нас. Уже назрело время, когда нужно к этому вопросу подойти принципиально по-другому. Значит, еще один вопрос с точки зрения организации сбыта. Вот я неспроста затронул 56-е далекое постановление 2011 года, потом были изменения, 239-е, 1224-е, 9-е постановление. Михаил Игоревич правильно сказал, что сегодня введение ГИСПа, в общем-то, повысило, значит, может быть, ну, выдачу оперативность, выдачу результатов. Но с другой стороны, вот когда, значит, ОСО «Станкостроительное сообщество» участвовало в этом вопросе более гибко и активно, у нас была возможность, первое, получать информацию о том, что же нужно предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Собирая заявки, мы отрабатывали их, анализировали и получали те направления и тенденции, которые сегодня важны для предприятий ООПК. Сегодня, к сожалению, этой возможности нет, и мы просили бы в этом плане как бы вопрос этот внимательно в какой-то степени посмотреть, не исключая, не умаляя возможности ГИСПа. Потом, когда предприятия, вот мы собирали же, десятки совещаний проводили, когда приходили предприятия ООПК вместе с российскими производителями и вместе, отрабатывая потребность того или иного оборудования той иной корпорации, мы приходили к самому главному, мы находили общее ключевое решение. Поэтому это тоже исключительно важный момент, и мы просили бы здесь тоже в этом плане его рассмотреть. Ну и вопрос неокров. Неокров, к сожалению, у нас сегодня в том состоянии, в котором находится наша отраслевая наука, очень сложно говорить о том, что неокры могут быть реально реализованы. И достижения, которые есть, и наработки, которые есть, учитывая слабость, разобщенность вуза, вузовской науки, учитывая то, что сегодня, к сожалению, институт Благонрава Варановский, как фундаментальный институт, как работающий на фундаментальные заделы, тоже немножко отошел. Мы просили бы, Денис Владимирович, в этом плане обратить очень тоску. У нас есть на этот счет свои предложения на то, чтобы все-таки отраслевую науку и придать новый импульс развития в современных условиях. Спасибо. Спасибо большое, Георгий Васильевич. Что касается 719-го постановления, я с вами согласен, что мы должны совершенствовать нормативно-правовые акты время от времени, тем более, что раз время такое пришло, и мы уже больную систему стали внедрять и в других отраслях, давайте то же самое сделаем и в станкоинструментальной отрасли. Что касается обородки, то мы на сегодняшний день, наверное, впервые в рамках фонда развития промышленности внедрили отдельную программу, она привязана под ковид, но при этом могу сказать, что раз мы такую программу уже запустили, там под 1% годовых, мы возвращаемые средства от ковида можем потом рассматривать на предмет предоставления предприятиям машиностроения. Посмотрим некие перечины отрасли и, конечно, в приоритете будем иметь станкоинструментарную отрасль. В части изменения принципов по выставкам, и, короче, поддерживать будем точно через РЭЦ. Но как поменять бизнес-подходы владельцев выставочных комплексов? У них задача, как вы правильно сказать, продать площадь, а у предприятия прорекламировать и продать свою продукцию. А мы для того существуем, чтобы найти как раз вот ту золотую середину, чтобы компенсировать затраты производителя, выходя на эти площади. Поэтому, ну, думаю, что принципы здесь как раз менять не надо, а мы продолжим программу поддержки выставок. Что касается аналитики и такого интерфейса, что ли, с государственной информационной системой промышленности, давайте посмотрим, если мы как-то упустили качество аналитических материалов, давайте это усовершенствуем. Но пусть это будет просто работать через ГИС, через, как говорится, портал или интерфейс. Ну, а по неокрам, это извечная проблема, которая стояла, стоит и, к сожалению, будет стоять. Это сопряжение фундаментальной прикладной образовательной составляющей. Поэтому мы с вами понимаем, что и Станкин должен развиваться и иметь будущее свое как образовательное учреждение наряду с прикладными аспектами. Мы в свое время создавали на базе Станкина собственный инжиниринговый центр. Я надеюсь, что он не только сохранится, но и будет развиваться. Если вы видите, что мы можем с вами совместно здесь откорректировать, давайте мы с Министерством образования отработаем и дадим соответствующие предложения. Коллеги, у кого есть еще какие идеи, соображения? Пожалуйста. Я хотел просто добавить. Дело в том, что сейчас мы рассматривали, ну как передовое, это станкостроительная промышленность, в принципе, в общем-то, станки с ЧПУ. Но я, если вы помните, мы показали, будучи генеральным директором КЭМЗа, показали новый вид оборудования, это мультицентры. Сейчас в этом мире только разворачивается в принципе эта тенденция. Я хотел бы, чтобы Министерство как бы, может быть, разработало более, больший механизм стимулирования такого вида техники. Вот мы с итальянцами попробовали собрать эту машину и продемонстрировали. Просто опыт, вот наш опыт работы показывает. Пять-шесть раз производительность труда в разрастании. Причем на этом станке уже обрабатывается пять-шесть различных деталей одновременно. Принципиально разные программы. Это, да, сложная машина, но она как раз замыкает эцифровизацию, полностью автоматизирует очень многие организационные моменты и сокращает именно цикл, полный цикл изготовления деталей. Я бы хотел, чтобы такие прорывные, они как-то были бы выделены, да, и особой преференцией, мне кажется, по ним надо проработать. Михаил Игоревич, может, вот мы обратим на это внимание, а то как-то показали, забыли. Да, в общем, такой единичный случай пока. Ну, мне кажется, вот уже время настало от ЧПУ переходить к мультицентрам. Это среднее между агрегатными станками с высочайшей производительностью, но не переналаживаемой, и ЧПУ последовательной обработкой операции за операцию. Вот этот гибрид, он как раз для рынка серийного и даже мелкосерийного, разнообразного. Вот просто ремарк. Владимир Вячеславович, ну, Вы много лет отработали на КЭМЗе, поэтому и КЭМЗ, собственно, как одно из направлений развивалось танкостроение, поэтому дайте предложение конкретное с коллегами, пообсуждайте, и мы постараемся это внедрить в жизнь. Вот. Но я Вас услышал, поэтому, Михаил Игоревич, будет это держать контроль. Пожалуйста, у кого еще? Пожалуйста. ГТО, Станкин. Первый проект, Турбинчик. Денис Валентинович, благодарю за представленную возможность в рабочем ключе обсудить проблемы и перспективы развития отрасли. Ну и в контексте сказанного, позвольте три позиции озвучить, которые считаем целесообразными к рассмотрению. Первое. В представленной презентации были отражены наиболее перспективные и долгосрочные тренды отраслевого развития. Но хотим предложить больший акцент, в том числе с учетом сказанного представителям компании Стан и Калашников, на все-таки цифровую составляющую. Вы тоже об этом говорили. И хотим предложить все-таки сделать акцент на вопросе формирования отраслевых цифровых стандартов, станкоинструментальных. Потому что только в случае определения долгосрочных рамок отраслевого развития, которыми являются стандарты, мы можем говорить о формировании неких практических последующих шагов. Тем более, что стандарт это лучшая практика, как известно. Вторая позиция. Сегодня, в том числе в рабочем режиме, обсуждая с коллегами вопросы сотрудничества с университетом, мы говорили о целевой подготовке кадров. В этом году в рамках контрольных цифр приема государственных в университете были снижены цифры подготовки по 15-й группе. Это машиностроение. То есть наиболее соответствующая профилю развития отрасли группы кадровой подготовки. Мы просим поддержать нашу инициативу по увеличению данных цифр на следующий год для того, чтобы в рамках взаимодействия с представителями отрасли в режиме развития базовых кафедр мы могли говорить о том, чтобы кадровая подготовка носила более целевой и более, скажем так, последовательный характер. И третья позиция. Я согласен с высказанным руководителем Ассоциации станкоинструментов мнением о том, что работа по неокрам требует более последовательного и целевого характера. В университете, как известно, в том числе с участием Минпромторга, был в свое время сформирован государственный инжиниринговый центр. Потрачены немалые деньги на то, чтобы закупить оборудование. Надо откровенно признать, что практическое использование этого оборудования требует большей интенсивности и большего вовлечения в отраслевое развитие. В этой связи в рамках стратегии развития ВУЗа принято решение о формировании Федерального центра компетенций в промышленности. Мы сделали первые шаги в этом направлении, в том числе в рамках формирования региональных НОЦов. И есть результаты, которые мы готовы презентовать. Я прошу рассмотреть возможность участия в формировании наблюдательного совета данного центра по возможности с участием представителей министерства. И мы с аналогичным предложением будем обращаться к руководителям предприятий отрасли, к ассоциации, для того, чтобы вот этот пробел между академической отраслевой наукой университетского уровня и практическими потребностями отрасли все-таки устранить. Мы считаем, что это наиболее адекватный и живой инструмент. Спасибо. Спасибо. Ну, что касается стандартов, стандарт стандарту рознь. Поэтому, если вы имеете в виду стандарт на уровне РОС стандарта или чисто отраслевой, но который не обязательный для исполнения, вы опять же... Отечественные отраслевые стандарты именно связаны с определением тех рамок и границ, в том числе в подходе к оборудованию, формирование соответствующего реестра стандартов и реестра оборудования в рамках этой стандартизации. Ну, то есть, считаем, что это должен быть комплексно все-таки потом. Хорошо. Вы хотите принять этот стандарт на уровне страны с прохождением через комитета РОС стандарта? Ну, пожалуйста, давайте сделаем. Нет возражений. Вот как раз без прозванных здесь сидит. Это мой зам, который отвечает как раз за стандартизацию, за техорегулирование. Значит, он будет тогда вместе отработать. А в части того, что Вы сказали, это лишний раз подтверждает мои слова, что у нас фундаментальная прикладная образовательная наука, она, к сожалению, разорвана. Это так. Вот. Поэтому мы для чего создавали инжиниринговый центр на базе Вашего ВУЗа? Для того, чтобы и студенты могли, обучаясь, получать навыки прикладные, ну и предприятия отрабатывать технологии внедрения. Поэтому давайте дальше, как говорится, увеличивать цифры, как Вы сказали, в этом направлении. Ну а что касается участия Минпромторга, но мы не возражаем. Вот. Спасибо. Михайлович, тогда отработать. Я думаю, что и в НАП-совет самого станкина можно войти. Или мы уже вошли? Нет, нет, нет. Мы ждем. Сейчас должна произойти информация. Да. Обязательно. Спасибо. Пожалуйста. Кто-то еще руку тянул. Пожалуйста. Ульяновский строительный завод. Уважаемый Денис Валентинович, благодарю вас за возможность принять участие в данном совещании и увидеть исторический или знаменитый завод Седина, ныне ЮЗТС. Увидеть, по сути, эффективную работу федеральной, региональной власти и бизнеса и увидеть своими глазами возрождение отрасли, наверное, можно так сказать. Соглашусь с своим коллегой, что на сегодняшнем рынке преобладают, наверное, все-таки иностранные аналоги высокоточных комплектующих. Хотя пять лет назад мы вообще не видели никакого развития ни одного комплектатора, который мог бы предоставить прототип для испытаний. И сегодня мы уже готовимся испытывать как ШВП, так и стойку ЧПУ. Больше чем уверен, что те меры, которые озвучил сегодня Михаил Игоревич. Плюс Станину, по-моему, вы планируете в Карелии тоже заказывать. Мы ее уже делаем в Карелии, мы уже производим, да, и получаем ее, обрабатываем ее сами. Те меры поддержки, которые озвучил сегодня Михаил Игоревич, они действительно, наверное, дадут мощный толчок станкостроителям. Я надеюсь, эти меры также смогут распространиться на комплектаторов, высокоточных комплектующих, которые смогут предоставить, соответственно, по целевой цене, которая не будет превышать цену иностранных аналогов. Это было бы, наверное, чудесно. Также отдельно хотелось бы поблагодарить вас, Дениса Валентиновича, также Михаила Игоревича и отраслевой департамент за урегулирование и поддержку урегулирования вопросов трехстороннего договора между Станом ДНГ «Море» и тракторным заводом. Спасибо большое. Спасибо. Есть еще? Или будем завершать? Вот, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги российской железной дороги. Мы являемся достаточно крупным, стабильным потребителем продукции в области станкостроения, несмотря на то, что этот объем может быть и не очень большой, но с 2020 по 2022 год это 2 миллиарда 800 миллионов. Разнообразная и достаточно обширная продукция. И, кстати, мы выступаем заказчиками новых видов оборудования, которые пока на российском рынке не производятся. Вот нас очень интересуют, например, мобильные станки для обточки колесных пар, то, что российские производители пока не производят. Меры поддержки, безусловно, предложенные на этом совещании, поддерживаются с нашей стороны. Они, как нам представляется, очень здорово помогут станкостроителю. Но хотелось обратить внимание буквально на одна ремарка. Надо посмотреть чуть более внимательно относительно линейки контрактных механизмов. Вот у нас очень здорово работают контракты жизненного цикла в отношении подвижного состава. А в отношении других видов производственного оборудования может быть распространение этой практики, облегчило бы нам в том числе, как было сказано, я бы сказал так, внедрение, более активную закупку оборудования. Контракты жизненного цикла, сервисные контракты, может быть договоры поставки будущей вещи. Вот пилотное использование этих механизмов абсолютно точно было бы полезно и облегчило бы крупным производственным потребителям применение наших отечественных станков. Спасибо. Алексей Иванович, Вы долгое время проработали в нашей системе, в Росстандарте, поэтому с Вас и конкретные предложения. Дайте вот четкие, сформулированные идеи, которые мы материализуем и положим в основу нормативных актов. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, уважаемый Денис Валентинович, Владимир Васильевич, Вениамин Иванович, корпорация тактическое ракетное вооружение. Хотел бы два слова сказать, как корпорация поддерживает отечественное станкостроение. Хочу сказать, что мы не забывали ни на минуту о том, что оно существует. За последние пять лет приобрели более чем на один миллиард продукции. В основном это продукция группы Стан. Сейчас у нас по новым проектам ГПО, ПК развитие планируется к приобретению почти на два миллиарда продукции. Да, еще раз подчеркну, в основном это продукция группы Стан. И у меня к генеральному директору вопрос, если позволите, Денис Витальевич. В советское время были такие замечательные станки для обработки твердых сплавов, титановых, жиропрочных. Это типа ФП-17, ФП-27. Хотелось бы узнать, планируется ли возобновление производства данной линейки станков. Потому что, я знаю, модернизацию вы уже начали. Станки, рабочие лошадки работают в три смены, без перерывов, как говорится, на обед дерут очень хорошо металл. Спасибо. Если можно, отвечу, да? Пожалуйста, пожалуйста. Да, действительно планируется, действительно модернизируем. Параллельно с модернизацией и на основе опыта модернизации и ремонтов уже ведем переработку РКД. И мы видим в себе, что РКД мы переработаем в течение нескольких месяцев. Это будет новая обновленная линейка с большими ходами, более жесткая, поэтому более точная, как следствие. Будет более ремонтопригодная. И мы видим в себе, что мы сможем серийные станки поставить уже через 12 месяцев сегодняшнего дня. То есть, в каком-то смысле, даже можно уже контрактоваться. Спасибо. Все, коллеги, да? Тогда, если позволите, я хотел бы сделать следующий вывод из нашего совещания. Помимо того, что я постарался прокомментировать все выступления ваши, и они лягут в основу протокола. Но вывод у меня напрашивается следующий, что из того, что было сегодня сказано, я не услышал, что у нас кардинально плохо все в станкоинструментальной отрасли. То есть, это значит, что на протяжении последних десяти лет действительно мы старались системно и последовательно внедрять и меры поддержки, и в том числе, как я говорил, и меры стимулирования. Появлялись и появляются новые номенклатуры, восстанавливаются предприятия. Поэтому считаю, что на сегодняшний день у нас есть основы, есть основные инструменты, но требуется дополнительная донастройка. И я считаю, что она абсолютно не кардинальная. Но если вы считаете, что требуется ряд моментов откорректировать, мы это обязательно с вами вместе сделаем. И рассчитываю на то, что дополнительные корректировки дадут и импульс, и дальнейшее развитие нашей фундаментальной и основной отрасли, потому что без основных фондов невозможно говорить о современной промышленности в целом вообще. Поэтому я благодарен за ваше участие и рассчитываю на нашу совместную дальнейшую работу и, самое главное, на активное использование нашей продукции, холдингами, с чего, собственно, я сегодня начал, и корпорациями, именно рассчитывая на то, что это будут российские станки. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok